Девушки отдыхают 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 Здесь нет ничего особенного Что если они будут разочарованы? Нет, не будут Я должен что-то придумать Вот только что придумать? Точно! Сначала я подвину это Вот так Получилась отличная зона отдыха Как жарко Так, под этим навесом в тени им будет хорошо Что еще? Нужно ли тут что-то еще? Итак, для работы на ферме нужно надевать свободную одежду, которую не жалко будет запачкать Как думаете, что лучше надеть? Шорты или длинные штаны? Лучше шорты, мне в них удобнее двигаться Для работы на ферме лучше надевать длинные штаны Потому что вас могут покусать насекомые Или вы можете отцарапаться о растении Также в жаркую погоду нужно надевать головные уборы И еще перчатки, чтобы случайно не порезаться о траву Последнее и самое главное правило Вы должны бережно обращаться с растениями И не ходить по ним Верно, вы же не хотите повредить растения, о которых треки так заботятся Ну что, вы все поняли? Да! Спасибо, ребята, увидимся завтра Пока, Скулки! О, а вы, ребята, не хотите съездить сегодня к треки? Лично я собирался его сегодня навестить Так, вот, все готово Но все равно, кажется, чего-то не хватает Что бы мне еще придумать для украшения своей фермы, а? Ну, конечно, куст с цветами Эти цветы будут отлично смотреться Нужно только перенести куст на ферму Должно быть, корни хоть и длинные Треки! Треки! Почему ферма так странно выглядит? Помогите! Треки! О, нет! Треки! Хэ, помоги! Срочный вызов! Срочный вызов! Лейли сообщил, что с треки на ферме произошел несчастный случай Всем спасателям немедленно отправляться туда Хорошо Я использовал несчастный случай Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поли, можете его вытаскивать? Отлично, ты готов, Рой? Угу Я спасён Спасибо, ребята Пожалуйста, мы рады, что всё пошло О, вот только Здесь теперь такой беспорядок Да, ты прав, даже забор рухнул Трекки, как это вообще произошло? После того, как я пригласил детей в гости Я понял, что моя ферма выглядит просто узавно И решил украсить её Попытался вытащить тот куст на холме Но произошло несчастье Что мне теперь делать? Придётся всё отменить Ну уж нет Если мы тебе поможем То завтра ферма будет выглядеть как новенькая Точно, мы поможем всё прибрать Правда? Да Спасибо вам, ребята Теперь всё выглядит как прежде Как вы считаете, ребята Детям понравится на моей ферме? Ну, лично мне тут нравится И мне тоже Эти поля с овощами отлично смотрятся И мне было бы интересно узнать Как пользоваться сельскохозяйственным инвентарём А тот холм с цветами за забором Такой красивый Точно Он похож на сундук с сокровищами Что, правда? Именно так, Трекки Так что не волнуйся Когда дети из Кулби увидят твою ферму Она им очень понравится, я не сомневаюсь Мы тоже Привет! До новых встреч! Привет, Трекки! Спасибо за приглашение! Привет! Спасибо, что приехали Ну что, для начала Может попробуем вместе посадить семена? Посадить семена? Да Это очень скучно, да? Сажать семена О чём я только думал Звучит здорово Я хочу попробовать Ух ты! Я хочу! Да Вам это правда интересно? Да Кажется, Трекки счастлив Думаю, незабываемые впечатления останутся у всех Точно Трекки, большое тебе спасибо Проросшие семена станут фруктовыми деревнями И будут приносить плоды Ух ты, Трекки У тебя потрясающая работа Да, я тоже так считаю Робокар Поли и его друзья Я повторю ещё раз Если что-то случается в море Самое главное – это сохранять спокойствие И, конечно, спасательные жилеты, которые вы надели Будут держать вас на плаву, если вы упадёте в воду Так что не снимайте их Всё понятно? Да Кстати, а для чего нам нужен этот свисток? Если вы упадёте в воду, то сможете дать сигнал остальным И сообщить о том, где вы находитесь Попробуйте подуть У вас отлично получается Ну что ж, а теперь, думаю, пришла пора отправиться в плавание Верно, Марин? Верно, Поля Итак, ребята, вы готовы? Ой, я... Может быть, попозже? Мне немного страшно Да, мне тоже Ну, а я готов Давайте отправляться! Хорошо, тогда сегодня отправится Роди Поехал! Ого, Марин, Хэлли! Это же Чайки! Здравствуйте, Чайки! Э-э-э, за что? О, что это сейчас было? Это мой друг, дельфин Мин-Мин Мин-Мин, поздоровайся с Роди Мин-Мин! Мин-Мин, рад встрече Э-э, привет, Мин-Мин! Мин-Мин! Ты чего о себе? Ух ты! Хэлли, мне так нравится море! Правда? Хе-хе Тогда повернись и посмотри в ту сторону Ух ты! Плавающие кусачки земли! Их называют островами На некоторых островах есть такие удивительные вещи, которые мы никогда раньше не видели О, я так хочу туда! Да, я хочу увидеть все то, что видели вы, ребята! Тебе нужно еще немножко подрасти Ты пока маленький для таких приключений Верно! Ну что ж, на сегодня прогулка окончена, мы должны возвращаться Уже? Давайте еще поплаваем, пожалуйста! Нет, на сегодня достаточно То есть ты хочешь сказать, что где-то в море может быть остров, на котором живет принцесса? Именно так! Ребята сказали, что там очень много всего, чего мы еще никогда не видели Вот бы мы могли выйти подальше в море Так обидно быть маленьким Скажи, Роди, тебе не страшно будет пересечь море? Не страшно! Вы только представьте, какие нас ждут приключения! Встреча с ужасными морскими чудовищами! Борьба с пиратами за остров сокровищ! Терпеть не могу приключения! Мне уже пора, нужно скорее ехать домой Мне тоже! На приключениях это так весело! Ох, мне очень хочется посмотреть, что там на тех островах! Ох, Марин же обещал меня туда свозить! Надеюсь, он завтра сдержит свое обещание! Роди, ты не собираешься домой! Давай скорее, мы ждем тебя! Да-да, я сейчас! Думаете, Роди действительно понравилось? Понравилось, это не то слово! Мы едва уговорили его вернуться на берег! Да, Роди очень любопытная машинка! Кроме того, он очень смелый! Он плавал в море в первый раз и совсем не испугался! Правда? В любом случае, я уверена! Благодаря Марину он усвоил правила безопасности на воде! Точно! А когда Марин отправляется в плавание? Он планировал отплыть завтра утром! А вот и Марин! Я незаметно отправлюсь с ним в плавание! Лифти, смотри, этот ящик надо погрузить на Марина! И разберись вон с теми ящиками, хорошо? Ладно! Ага! А вот и мой шанс! Летти! Когда ты сможешь погрузить этот ящик на Марина? Не волнуйся, я все сделаю, когда закончу загружать Си-Си! Здорово! Спасибо тебе! О, Марин! Я слышала, тебе предстоит дальнее плавание! Да, только кажется, погода портится! Да уж, я тоже не люблю выходить в море в плохую погоду! Надеюсь, все будет хорошо! Все готово, Си-Си! Спасибо! Теперь нужно загрузить Марина! Вот так! Готово, Марин! Спасибо, Летти! Ну, мне уже пора! До скорого! Пока, Марин! Ну, наконец-то! Мои приключения начинаются! Погода не очень хорошая. Пожалуй, стоит немного ускориться. Сейчас уже вообще не видно города! Мы далеко! Отсюда он не отправит меня обратно! Что это за звук? Вот и все! Кто здесь? О, Марин! Это я! Роди! О, нет! Роди! Что ты здесь делаешь? Я так хотела отправиться в путешествие, что забрался к тебе! Можно плыть с тобой? Нет, нельзя! Плавать в такую погоду очень опасно! Ну, пожалуйста, возьми меня с собой! Я надел спасательный жилет! Ни за что! Я лучше поверну назад! Держись крепче! Ну, пожалуйста, Марин! Пожалуйста! Держись крепче! О, штормовое предупреждение! Интересно, как там Марин? Не волнуйся, Марин очень опытный. Я уверена, с ним все будет в порядке. А? Да, команда спасателей Джин. Джин, это я, Марин! Марин, что-то случилось? Тут такое дело. Мне нужно вернуться в порт. Наш торм слишком сильный! Ты не можешь сейчас вернуться. В такую погоду будет слишком сложно добраться до порта. Я знаю, но не в том, что у меня на посту Роди. Роди на посту? Волны все выше и выше. Я не могу вернуться самостоятельно. Не беспокойся, мы сейчас же выезжаем на помощь. Да. Мне страшно! Держись крепче, почти на месте. Осторожно, Роди! Спасите! Роди! Волни! Волни! Хэлли, сможешь лететь? Справлюсь с ней, Волуся. Я полечу искать Марина. А вы следуйте за мной. Хорошо. Ребята, вы готовы? Угу. Ребята, сюда! Марин! Крепим тросы к Марину. В поле. Марин, где Роди? Ты его смело волной и понесла в том направлении. Что? Рой, Эмбер, мы с Хэлли найдем Роди, а вы пока позаботьтесь о Марине. Хорошо. Пожалуйста, спасите меня, я здесь! Что же мне делать? Я должен как-то подать сигнал о том, где я. Точно. У меня же есть листок на случай опасности. Хэлли, ты что-нибудь видишь? Из-за ливни я ничего не могу разглядеть. Постой-ка. Что за звук? Это сигнальный свисток. Я поищу, откуда идет звук. Кто-нибудь! Я нашел его, Кори! Скорее сюда! Роди! Хэлли! Хэлли, плот! Ты в безопасности, Роди. Я же пошел. Готово, Кори! Хорошо, возвращаем все в ход. А Марин, вы нашли его! С Мариной все хорошо. А, я так рад. Марин! Привет, ребята. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Я очень рад, что все обошлось. У тебя все в порядке, Роди. Да! Я хочу извиниться за то, что пролез на борт без разрешения. Да уж, вчера нам с тобой досталось. Ты сильно испугался? Если честно, я был просто в ужасе. Я думал, море всегда такое красивое и удивительное, но вчера оно было настоящее чудовище. Это правда. Там, где приключения, всегда есть и опасности. И к ним нужно быть подготовленным. Да, я пока еще слишком маленький для таких приключений. Не расстраивайся, Роди. У тебя уже есть одно ценное качество для искателей приключений. Какое еще качество? Это качество называется смелость. Ты боролся и не растерялся в сложной ситуации. Точно. Ты замечательно повел себя. Роди, не важно, какие приключения тебя ждут. Я знаю, ты преодолеешь любые трудности. Но больше не будешь тайно пробираться на борт. Я ведь прав? Конечно! Ну что ж, я должен отправляться в плавание. Надеюсь, скоро увидимся, ребята. До встречи, Марин! Пока, Марин! РОБОКАР ПОЛЕ И ЕГО ДРУЗЬЯ Надеюсь, он скоро появится. Наконец-то я его увидел! Рэгги! Кэп, привет! Что ты здесь делаешь? Я отвозил своего пассажира в соседнюю деревню. А ты что делаешь? За кем-то подглядываешь, да? Я только что видел тут олененка. Правда? Олененок выходил к озеру? Ага. Он каждый день приходит к озеру в это время. Здорово! Вот бы его увидеть! Приезжай сюда завтра в это же время и вместе за ним понаблюдаем. Хорошо! О, странно, знак опрокинут. А, это еще что? Что? Так ты нашел все эти капканы в заповеднике? Да. Видите, их там было очень много. Значит, кто-то решил устроить охоту на животных заповедника? Не может быть! На территории заповедника запрещено охотиться на животных. Верно, но откуда капканы? Но в таком случае, получается, это дело рук браконьера. Браконьера? Да. Не могли же эти капканы просто взять и появиться? В нашем заповеднике браконьер у меня в голове не укладывается. Мы еще никогда не сталкивались с браконьерами. Может, это все же недоразумение? Я думаю, нам следует во всем разобраться. Завтра с рассветом отправимся в заповедник и все там осмотрим. Да! Стоять! Думаете, я вас послушаю? Вам со мной не справиться. Там обрывок. Помоги, Баки! Вот! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Мы поехали, Джейн. Удачи, ребята! Рэки, ты же говорил, он всегда выходит в это время. Почему его не видно? Пш-ш-ш-ш, давай еще немного подождем. Ох! О! Ну и что? Почему я до сих пор не вижу олененка? Ты обманул меня? Нет, Кэп. Он всегда приходил в это время. Очень странно. Может, с ним что-то произошло? Давайте разделимся, и каждый будет осматривать свой участок леса. Хорошо. Что? Похоже, это сеть. О? Что? Сегодня утром произошло что-то странное? Дело в том, что каждое утро в одно и то же время в Клесном озеро на водопой выходит маленький олененок. Мой дорогой олененок, где ты? В нашем заповеднике, Барконлер. Поверить в это не могу. Мне не проехать мимо него незаметно. Я не позволю ему причинить вред животным. Помогите! Помоги мне. Надеюсь, ты не собираешься нападать на меня. О чем ты говоришь? Я вовсе не собираюсь на тебя нападать. Вообще-то я член команды спасателей. А ты кто такой? Я, ну, я самый обычный дальнобыщик. Только я столкнулся с очень опасными ребятами. Опасными ребятами? Я понял. Должно быть, это браконьеры. Браконьеры? Честно говоря, не знаю точно. В любом случае, они пытались поймать меня. Я едва сбежал от них. Правда? А ты можешь описать, как выглядели эти ребята? Эээ, в общем, я видел две машины. Специальные горные машины. Поверить не могу. А? О? Это сигнал тревоги. Ситуация очень тревожная. Мы второй день подряд продолжаем находить капканы. Судя по следам шин, уходящим вглубь заповедника, туда кто-то проезжал прошлой ночью. Похоже, Джин права. В лесу появились браконьеры. И Треки сегодня рассказал мне очень странные новости. Какие еще новости? Каждое утро к озеру около деревни выходил молодой олененок. Но этим утром он там не появился. Что? Ребята! Хелли! Случилась беда. Вы должны скорее ехать за мной. Подожди секунду. Расскажи, что случилось? В лесу я встретил парня, который видел браконьеров. Нам нельзя терять времени, ребята. Мы еще можем успеть их поймать. Джин, в чем дело? Ребята, поступил вызов. Я получила сигнал бедствия из западной части заповедника. Он слабый, но довольно отчетливый. Я сейчас пришлю координаты. Сможете осмотреть эту область? Не беспокойся. Поедем туда сейчас же. Все слышали? Как будто в заповеднике сейчас нужна наша помощь. Сначала позаботимся о спасении, а затем поймаем браконьера. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сигнал стал едва заметным. Поторопимся. Ага. Сигнал шел откуда-то отсюда. А? А что там? Ребята, я нашел! Вон там! Там кто-то застрял на столе! Мы с Хелли спустимся и оценим обстановку. А вы, ребята, оставайтесь здесь. Хорошо. Идем, Хелли. Хорошо. О, нет, они не двигаются, Поли. Надо поторопиться. Это должно быть... В общем, я видел две машины. Специальные горные машины. Одна желтая с синей крышей и красным маячком. А другая оранжевая. У нее сзади запасное колесо. Поли, постой! Что такое, Хелли? Я думаю, что эти ребята и есть браконьеры. Почему ты так решил? Они выглядят именно так, как мне их описывал парень, которого я встретил. Что? Посмотри их. Уверен, ты найдешь что-то подозрительное. А? Капканы? Я же говорил, это точно браконьеры. Нужно их арестовать. Мне сказали, что эти парни очень сильные, ловкие и хитрые обманщики. Даже если это так, сначала нужно вытащить их и оказать первую помощь. Предупреди ребят, чтобы готовились вытягивать их. Ох, хорошо. Готово, Рой! Медленно поднимай их. Хорошо. Хорошо. Ого. Эмбер, ну что, как они? Они крепкие ребята и не сильно пострадали от падения с такой высоты. Явно проходили специальную подготовку, но они совсем обессилены. Что же будем делать? Нам нужно доставить их в спасательный центр. Сколько раз мне еще повторить? Мы не браконьеры. Мы члены горно-спасательной команды. Почему мы должны вам верить? Мы нашли у вас целую кучу капканов. Мы собрали эти капканы на территории вашего заповедника. Освободите нас. Прошу прощения, но для безопасности нашего города мы должны сначала все тщательно проверить. Да, поэтому потерпите, пока Джин не получит ответ из вашего центра. Оли, я только что получила ответ. Эти машины действительно спасатели. Ой, правда. Можете обвалить их? Хорошо. Я не верю. Это неправда. Этого просто не может быть. Успокойся, Хелли. Джин проверила. Эти ребята действительно не браконьеры. Да. И мы можем вам доказать, что мы вовсе не браконьеры. Да, но только для этого нам нужно выехать на улицу. Ну, и как вы докажете, что вы на самом деле спасатели? Легко. Мы тоже можем трансформироваться. Мы из горно-спасательной команды. Я Марк, а я Паки. Ого. Правда спасатели. Простите, ребята. Надеюсь, вы не сильно на нас обижаетесь. Все в порядке. Мы бы поступили так же. Спасибо, что спасли нас и оказали помощь. Да, и мы очень рады с вами познакомиться. Спасибо вам за все. Всегда пожалуйста. Тогда кто же был тот парень в лесу? Какой еще парень? Я сегодня днем встретил в заповеднике парня, который сказал мне о том, что вы браконьеры. Должно быть, ты стал жертвой уловки Почера. Почера? Мы уже давно пытаемся его поймать. Кстати, в обрыв мы упали как раз, когда гнались за ним. Правда? Значит, этот браконьер Почер невероятно хитер. Верно. Он в самом деле все очень хорошо продумал и поэтому сбежал. Даже использовал специальное оружие, чтобы ослепить нас. Поэтому я совсем не удивлен, что он смог обмануть тебя. Он может провести кого угодно. Ой, какой ужас! Я упустил злодея, стоявшего прямо передо мной. В следующий раз тебе от меня ни за что не уйти. Слышишь, Почер? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Что мы знаем о почере? Он здорово маскируется. Мы не знаем, как он выглядит на самом деле. И нельзя даже предугадать, каким оружием он будет атаковать. Верно. И должно быть сейчас где-то в заповеднике он планирует следующее нападение. Точно. Этот парень никогда не сдастся, пока не достигнет своей цели. Ну и ну. Он очень грозный соперник. Согласен. Но с другой стороны, нас шестеро. Если мы объединим силы, то обязательно его поймаем. Стоп, стоп. А вот это уже лишнее, ребята. Я не хочу, чтобы из-за вашей ошибки мы упустили почера. Что? Думаешь, мы не справимся с этим? Успокойся, Хэлли. Я понимаю, что вы нам не доверяете. Но поймите и вы, мы не можем бездействовать, пока город находится в большой опасности. Ладно, возможно, ты прав, Поли. Но нужно быть чрезвычайно осторожными. Вы будете в не меньшей опасности, чем мы. Хорошо, мы это запомним. Итак, ребята, давайте разделимся и разобьем район поиска на зоны. Обо всем увиденном сразу докладывайте. Хорошо. Я выкопал несколько ловушек, так что теперь меня никто не побеспокоит. Идеально. Теперь продолжу охотиться на оленя. Ну что теперь-то? Аккумулятор почти разряжен. Мы снова всех предупреждаем. В заповеднике появился браконьер. Все животные находятся в опасности. Что? Что такое? О, нет, только не это. Что? В нашем заповеднике появился браконьер? Да, именно так. Тогда, может, поэтому олененок не пришел к озеру? Рэкки, неужели ты думаешь, что с ним все хорошо? К тому же спасатели скоро поймают браконьера, так что не о чем волноваться. Надеюсь, с олененком ничего плохого не случилось. Девушки отдыхают. Не теряйте меня из виду, я попробую подняться повыше. Думаешь, совместная работа со спасателями нам поможет? Они ведь решили, что мы браконьеры. И, честно говоря, они мне не очень нравятся. У них были причины решить, что мы браконьеры. Впрочем, признаюсь тебе, мне тоже не очень хочется работать с ними. Потому что они могут оказаться в опасности из-за нас. Я уверен, почерк проезжал вдоль ручья. Смотри, вон там следы шин. Нужно их проверить. Это следы шин почера. Я поеду впереди, а ты не отставай. Хорошо? Хорошо. Следы заканчиваются у входа в эту пещеру. О, Марк, взгляни на это. У входа в пещеру вырыта ловушка. Там олененок. Наверняка это ловушка почера. Вот так. Поехали? Да. О нет, бедняжка. Не беспокойся, мы вытащим тебя оттуда. Бочерн, негодяй. Я поймаю тебя, ясно? Ага, это должна быть станция подзарядки. Я слышала новости о том, что возле города видели браконьера. Я слышала мысли о том, что по городу может ездить эта плохая машина. В таком виде лучше туда не ехать. Ну ладно, я поехала. Пока, Костя. Полный баг и поскорее, пожалуйста. Ладно, если можно, немного вперед. О, у вас тут что-то отвалилось. О, это... это капкан. Нужно убираться отсюда. Я... мне уже пора уезжать. Постой, а ну остановись! Здесь не так-то просто проехать. Что случилось, Джин? Полли, Марк, мне сообщили, что кого-то похожего на почера заметили отъезжающим от станции подзарядки. Что? Полли, если это был почер, то я уверен, он поехал в заповедник. Ладно, тогда немедленно отправляемся в лес на поиски. Ребята, связывайтесь с нами, если понадобится помощь. Ладно, спасибо, Полли. Думаю, нам необходимо работать вместе с ними. Зачем нам это делать? Я уверен, почер поедет сюда. Давай дождемся его здесь. А когда приедет, то схватим, и дело сделано. Не забывай, это же почер. Мы не знаем, что он выкинет на этот раз. А, если мы будем ждать его здесь, то нам нужно спрятаться. Ой. Хелли, ты что-нибудь заметил? Пока нет. А? Я его вижу. Полли, почер только что въехал в лес. Передай координаты. Мы едем туда. Почер, остановись. Да что вы о себе возомнили. Убирайтесь с моего пути. Осторожнее, ребята. Ребята, все в порядке? За нас не волнуйся, Полли. Поймай почера. Хорошо. Хелли, догони его. Конечно. А, ну стой, почер. Не дождешься. Тебе от нас не уйти. С нами работают дворные спасатели. Так я и поверил. С этими ребятами я вчера уже разобрался. Вот так. Полли, берегись. Там впереди обрыв. Что? Осторожней. Не делай резких движений. Ну. Тогда лучше. Полли, все хорошо? Да, все хорошо. Ребята, если бы не вы, Полли пришлось бы совсем не сладко. Вы спасли мне жизнь. Спасибо. Пожалуйста. Ну и что же нам теперь делать? Рой и Эмбер отстали, и мы опять упустили почера. Ну, вообще-то мы знаем, где находится его логово. Что? Почему раньше об этом не сказали? Ну, мы хотели самостоятельно с ним разобраться, без вашей помощи. Верно. Но это потому, что мы не хотели подвергать вас опасности. Вы просто нам не доверяете. Хелли, сейчас не время спорить. Раз вы знаете, где находится логово почера, нам нужно отправиться туда. Да, с этого момента будем работать как одна команда. Не похоже, чтобы он сюда возвращался. Почему ты так думаешь, Марк? Вот почему. Мы установили датчики у входа. Если бы он приезжал сюда, они бы подали сигнал. О, очень умно. Лучше, идите сюда, ребята, все по местам. Давай, Полли. Почерк? Кто здесь? Кто ты такой? Кто я такой? Я Полли из спасательной команды. А теперь сдавайся. Никогда. Это вы? Давно не виделись, Почерк? Охотник на невинных оленей. На этот раз тебе от нас не уйти. Думаете, сможете удержать меня этими тонкими веревочками? Ребята! Марк, Батю, Полли, как вы? За нас. Не волнуйся, Хелли. Скорее, лети за почем. Они решили, что я так легко им сдамся. Стой на месте, Почерк. Сдавайся немедленно, ты окружен. На этот раз ты от нас не сбежишь. Рой, Эмбер, вы как раз вовремя. Вам меня не остановить. С дороги. Если не уйдете, я использую оружие. Ох, только не сейчас. Может, лучше сдашься по-хорошему? В таком состоянии тебе далеко не уехать. Сдаться? Я не знаю такого слова. А ну, стой! Почерк! Помогите! Невероятно. Он попался в собственную ловушку. Вытащите меня отсюда! Вытащите меня! Выпустите! Вот и все. Спасибо, ребята. Благодаря вам лес снова стал безопасным местом. Это мы должны вас благодарить. Без вашей помощи мы бы никогда не поймали почера. Точно. Простите за то, что мы не сразу поверили вам. Вы лучшая спасательная команда. Честное слово. Поверить не могу, что мы получили комплимент от лучшей горно-спасательной команды. Хелли не может устоять перед комплиментами. О, кстати, когда ваш друг приедет сюда, чтобы забрать вас, ребята? О, похоже, он уже здесь. Нас заберет специальный транспортный самолет. Невероятно. Привет, друзья. Я Кэрри. Приятно познакомиться, Кэрри. Я много слышал о вас. Спасибо, что помогли моим друзьям. Пожалуйста. Жаль, что не можем задержаться. У нас впереди долгий путь. Ничего. Когда появится время, приезжайте к нам в гости. Обязательно. И звоните, если мы вам для чего-нибудь понадобимся. Мы сразу бросим все дела и приедем. Я запомню это обещание. Ага. Ладно, до новых встреч. Пока. Надеюсь, скоро увидимся. Команда спасателей. До встречи, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Он придет. Не придет. О, смотри. О, какой он красивый. Я так рад, что с олененком все в порядке. Как я могла забыть? Я ведь обещала вернуть его, как только закончу. Передай мистеру Билдеру мои извинения. И еще, что инструменты помогли. Ладно. Счастливо, миссис Белль. Что за день? Совсем нечем заняться. Мне так скучно. Я очень не хочу как-нибудь развлечься. Лифти, привет. Макс, рад, что повстречал тебя. Не хочешь поиграть со мной в прятки? Поиграть в прятки? Давай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду искать лифти. Лифти! Лифти! Куда же он подевался? Лифти, ну где же ты? Лифти! Не заметил. Лифти! Макс! Миссис Белль! Ты не поехал к мистеру Билдеру? К мистеру Билдеру? О, точно! Уже еду. Хорошего дня! Куда это Макс так торопится, миссис Белль? На стройплощадку. Ты патрулируешь? Да, в порту происшествий не было. Как видишь, сегодня у нас все спокойно. Миссис Белль! Ой, ты кто такой? Это я, Лифти. Просто мы играем в прятки. Вы случайно не видели тут Макса? Макса? Он только что уехал. Что вы сказали? Что? Они играли в прятки, и Макс уехал, не предупредив Лифти? Да, именно так. Ох уж этот Макс. Он поступил неправильно, даже если ему действительно нужно было срочно уехать. Скажи, Полли, а Лифти не разозлился? Разозлился еще как. Да как он мог так поступить со мной? Я никогда не прощу Максу этот ужасный поступок! Признаюсь, я никогда не видел Лифти таким рассерженным. Может быть, нам стоит сообщить Максу о том, что Лифти сердится на него, Полли? Да, я уже съездил к Максу на стройплощадку и сказал, что ему следует принести Лифти извинения. Ох, и как я только мог совершить такую глупую ошибку? Если бы Полли не рассказал, я бы до сих пор не знал, что Лифти сердится на меня. Ох, как же мне лучше выразить свои сожаления? Ох. Да как он мог так поступить со мной, а? Я понимаю, что повторяешь, но ты считаешь, что это нормально, Терри? Отвечаю в сотый раз, это ненормально. Может, уже перестанешь спрашивать? Да? Но, Терри, как ты думаешь, почему Макс до сих пор не соизволил приехать сюда, чтобы извиниться передо мной? Хотя даже если он приедет, я все равно не приму извинений. Тогда почему ты хочешь, чтобы он приехал сюда? Потому что он просто обязан приехать и извиниться. Правда? Хм. А вот, кстати, и Макс. Привет, Терри и Лифти. Привет, Макс. Что привело тебя сюда? Ну, я должен кое-что сказать, Лифти. Терри, спроси, что ему нужно. Что тебе нужно, Макс? Ну, я просто хотел извиниться за то, что произошло утро. Лифти, Макс извиняется. Да? Передай ему, что я никогда не приму его извинений. Лифти! Значит, Лифти не стал с тобой разговаривать и не принял твоих извинений? Да. Я не знаю, как мне лучше поступить в подобной ситуации, ребята, поэтому я приехал за помощью. Что если мы с Лифти больше никогда не будем дружить, как прежде? Я думаю, Лифти так поступил только потому, что злится на тебя. Знаешь, если он поймет, что ты раскаялся, обязательно простит тебя. Я считаю, что мы должны как-то помочь Максу в этой ситуации. Верно. О, а может быть, напишем Лифти открытку с извинениями? Извинения, выраженные в письменном виде, производят лучший эффект. А я думаю, нужно сделать ему подарок. Помню, Лифти недавно говорил мне, что хочет попробовать выращивать цветы. Открытка с извинениями и прекрасный подарок. Что может быть лучше? Если мы это организуем, то Лифти точно перестанет сердиться. Как тебе идея? Да, мне очень нравится. Поступим так. Мы с Полей подготовим подарок, а вы, ребята, помогите Максу написать открытку. Ладно. Элли, пожалуйста, начни с таких слов. Моему дорогому, любимому другу Лифти. А дальше? Приношу извинения за то, что случилось. Прошу простить меня, пожалуйста. Нужно написать, что ты сделал это ненарочно. Верно. Я не специально уехал и бросил тебя. Я правда забыл, что мы играли в прятки. Как насчет слов? Когда я думаю о том, как ты расстроился, тоже расстраиваюсь. Нравится? Да, здорово. Мне очень нравится. Так. Я составила букет из самых красивых цветов нашего сада. Ему обязательно понравится. Большое вам спасибо, ребята. Пожалуйста. Да уж, я надеюсь, на этот раз Лифти примет твои извинения. Да, я тоже надеюсь. Ну ладно, я поехал. Пока, Макс. Ты напугал меня. Ты ведь ждешь Макса, верно? Что? Зачем? Даже если он приедет сюда, я все равно не приму его извинений. Правда? Лифти, смотри, кажется, Макс едет сюда. Что? Где? Ты прав. Я, пожалуй, спрячусь на складе. А если Макс будет спрашивать, где я, не говори ему. Ладно. Терри, привет. Привет. А Лифти только что поехал на склад. Спасибо, Терри. Так, теперь, пожалуй, вернусь к своей работе. Ребята, помогите мне. Хорошо. Лифти, ты на складе? Я тебя нашел. Лифти. Не хочу с тобой разговаривать. Лифти. Меня раздражает, что ты меня преследуешь. Я приехал, чтобы извиниться перед тобой. Пожалуйста, выслушай меня. Ладно. Не хочу. Я никогда не приму твоих извинений. Лифти, постой. Не волнуйся, все будет хорошо. Нет, нужно скорее сообщить об этом, миссис Белль. Ну вот, а я тебя предупреждал. Точно. Ты ведь никогда не слушаешь, что тебя говорят. Я не приму твоих извинений. И не преследуй меня. Прошу, не веди себе так. Выслушай меня, Лифти. Не преследуй меня, я сейчас еще больше разозлюсь на тебя. Лифти, послушай. Так, прекрати ездить за мной. Упасите! Проблема! Только не это. Нужно скорее вызвать спасателей. Да. Срочный вызов, срочный вызов. Только что сообщили, что Лифти и Макс упали в море. Всем спасателям отправляться туда немедленно. Хорошо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Корти, ситуация критическая, поторопитесь. Ладно, скоро будем. Эмбер, ты помоги Хелли, Рой, а мы спасем Макса. Хорошо. Эй, 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 я здесь. Хэлли, держи. Скорей, на. Макс. Ты в безопасности. Я спасен. Все готово. Ладно. Мы готовы плыть. Так, держим курс в порт. Мы рады, что все обошлось. Спасибо, ребята. Макс, если бы я сразу принял твои извинения, то этого ужаса с нами бы не произошло. Прости, пожалуйста. Да ладно. Ты вел себя так, потому что ты был расстроен. Я не виню тебя, Лифти. Ну что, Лифти, Макс? Вы больше не в ссоре, верно? Да. Ой, Макс, а где же подарок? О, точно. У меня есть для тебя подарок, Лифти. Правда? Минутку. Та-дам! О, неприятность. Макс, твой подарок для Лифти испортился. Что? Быть такого не может. Прости, пожалуйста, Лифти. Я очень хотел извиниться перед тобой. Нет, нет, ничего. Мне не нужен подарок, чтобы понять искренность твоих чувств. Правда? Спасибо тебе, Лифти. А знаешь, я уже давным-давно забыл про нашу ссору. Это странно, но это я обычно все забываю. Что? Что? Я уже забываю. Я уже забываю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...